Приветствую любителей турбомикрореактивной тяги. Приступил к финишной балансировке турбин. Ждем пока остановится, чтобы показать вам, как выглядит это на начальном этапе. То есть ярко выраженный дисбаланс. Видно, насколько маленькое сопротивление у устройства. Это магнитный подвес. Сделан очень точный конус с одной стороны, а с другой стороны оно вообще в подвешенном состоянии. То есть там воздушная прослойка. Там не прикасается. И выявляю тяжелую точку, помечаю ее и выбираю дремелем. Две турбины я уже отбалансировал. И мне понравилось, что получилось. Вот здесь потребовалась грубая балансировка. Выбираю сразу с двух сторон. И здесь и там, но там уже не видно. Ну а эта турбина получилась более точной. И здесь меньше пришлось снимать металла. Здесь опять же получается большой дисбаланс. Я уже чувствую по опыту. Выбираю в инконеле твердосплавной фрезой. В общем процесс идет довольно таки долго, но интересно. Осталось отбалансировать две турбины. Вот эту и вот эту. Это, по-моему, тоже не требует сильной балансировки. Итак, погнали, ребята. Снимаю с подвеса и буду выбирать. Стараюсь как можно равномернее это делать, чтобы не утоньшить стенку. Выбираю с двух сторон. Довел до приемлемого состояния. Видно, что останавливается во всех положениях. И обратного вращения нет. Балансирую до тех пор, пока турбина не начинает реагировать на каждую вот такую маленькую микровыточку. Я не знаю, сколько тут в граммах. Этот балансировочный станок позволяет увидеть реакцию даже на вот такое изменение веса микроскопическое. Эта турбинка отбалансирована. Лучше я не смогу на этом станке. При повороте вала, на который она насаживается на какой-то градус там на 180 градусов либо на 90. Немного оно реагирует. Немного баланс изменяется. То есть вот этот конус не сверх мега точный. Я его, конечно, постарался сделать как можно точнее. Но дальнейшие дела это уже динамическая балансировка, друзья. А статическая у меня готова. Я также и на ощупь проверяю. То есть вот если турбинку сюда загнать, а сюда вставить подшипник. Вот так. Можно раскручивать. Раскручивать и ощущать по вибрациям. Так сказать, чувствовать динамическую балансировку. Когда все это в сборе с двигателем, двигатель тяжелый и он гасит. Вибрации их не чувствуется. Когда установка такая легкая, все очень хорошо чувствуется. Не чувствую вибраций. Что-то есть непонятное. Но это и сами шарики могут друг за друга цепляться. Тут очень много может быть вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, сам вал может вот так немножко телепать. В целом мне нравится, как получается. Не ощущаю особых вибраций. Мега обороты, по-моему. Нереальные. Классно получается, если честно. Все. Еще одна турбинка готова. Осталась последняя. Теперь, когда с балансировкой полный порядок, можно двигаться дальше. Хочу облегчить вот эти детали. Они довольно-таки массивные. Внутри много лишнего металла. Самая легкая сборка сейчас весит 132 грамма. Это довольно-таки много. Я рассчитывал, чтобы двигатель весил 200 грамм или меньше. Поэтому буду облегчать. Это непорядок. Видно здесь много металла внутри. Он никак не работает. Он даже вреден. На больших оборотах какая-то вибрация могла бы передаваться к корпусу. Но если корпус тяжелый и вообще все тяжелое вокруг, то вся сила ударов и вибраций передается в подшипник. Поэтому разбираю и будем протачивать. Результат налицо. Можно продолжать облегчать остальные двигатели. Пришло время заняться очень сложными вещами. Можно сделать сопловой аппарат, который будет направлять поток на турбину. Турбина будет раскручиваться, качать воздух. Топливо будет сгорать, окисляемое этим воздухом. И далее цикл будет повторяться. На этот раз все будет не так просто, как в прошлый раз, когда я делал самодельный ТРД. То есть там я делал просто из нержавейки. Делал, можно сказать, на убум. Потом переделывал, усиливал. Потому что из обычной нержавейки оказалось оно очень слабенькое. И при нагреве начинало отжиматься, начинало тереть. Приходилось мне разбирать, наваривать куски. Благо сварочный аппарат у меня есть для таких вещей. И этот сопловой узел мы сделаем тоже с помощью этих сварки. Сопловой аппарат изображен на чертеже. Немного я отойду от чертежа. Перенесу этот фланец вот сюда. А хотя... Или не переносить. Все хочется сделать более технологично. Но опять смотрю по чертежу, не так здесь все просто. Придется все-таки делать из нескольких частей, как я здесь и планировал. Здесь есть посадочное место. Оно будет просто вставляться на двигатель. Ну а держаться вся эта конструкция будет за счет корпуса. Теперь выбор материалов. Во-первых, на лопатки пойдет Inconel 718. На неподвижные лопатки. Ну а насчет корпуса пока думаю. Есть у меня две плиты из жаропрочки. По крайней мере, когда я на металлоломе покупал, мне сказали, что это жаропрочка. Вроде бы точило говорит о том же. Искры такие практически отсутствуют. Темные. Остался один вопрос. А как же здесь со свариваемостью? Вот я и попробовал. Видите как? Со свариваемостью все отлично. Опять же, в прошлом ТРД я не угадал. Я делал лопатки с турбины от турбонаддува автомобильного. И там турбина оказалась слишком крутая. С какой-то крутой жаропрочки в итоге свариваемости не происходило. Была трещина. Так она у меня до сих пор на трещинах и работает сейчас. Но в этот раз так просто не будет. В общем, буду делать из этого материала. Все прекрасно сварилось. Никаких трещин, все отлично. Хотя, конечно, трещины могут по этому быть. Надо еще на уголок, наверное. Распиливать такие вещи не очень приятно. Но придется уделить немножко внимания. Потому что придется делать с плиты. Прутка нет у меня жаропрочки такой. Если бы было, жалко было бы. Потому что всю стружку надо использовать такие менее ценные металлы. Расплюзти. Смотрите продолжение в следующей серии. Потому как отпиливается, похоже на 718 инконнель. Сопловой аппарат будет выполнен в несколько этапов. Для начала нужно точить вот такие детали, то есть это разрез. Эта стенка здесь технологическая, она будет убираться после варки лопаток. Итак, берем квадратную деталь и погнали. Из квадратного как-то нужно сделать круглая. Обрабатывается крайне трудно вот эта нержавейка. Я уже всякими резцами пробовал. И по нержавейке, и по жаропрочке, и по титану. Плюс-минус одинаково этими резцами обрабатывается. Конкретно сейчас буду вот таким резцом обтачивать. КОНЕЦ 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 Вот что мы имеем на данный момент. Какая же она горячая. Вот такая. Надо охлаждать и производить обработку с другой стороны. Сгорела пластина. Вот так она теперь выглядит. Видно, что кончик вниз загнулся. С этой стороны тоже подпалено. Здесь у меня есть две новых грани, поэтому переворачиваю и продолжаем. Приходится очень долго драть металл. Но в какой-то момент появляется понимание, что всё получается. И дело как-то идет веселее. То есть уже чистовой проход снаружи. Сейчас будем сверлить, прорезать канавки под лопатки и двигаться дальше. Последующие детали пойдут быстрее, так что всё отлично. Прорезаю канавку спецрезцом под варку лопаток. Резец из быстрореза. Процесс идет очень хорошо, но на минимальных оборотах. Делаю в разбежку не спеша, чтобы не запороть деталь. Иногда промазываю маслом. Стружка поражает своей красотой. Какая красавица. И еще одна процедура. Сделаю полуотрезание. Небольшую подрезку. Резец шириной 5 миллиметров. Жаропрочная сталь. Смотрим, как пойдет. Немного подмажем. И на подачке поехали. Идет неплохо, однако. Но надо подмазывать постоянно. Что-то утомился я с этими деталями. Обрабатывать жаропрочку не так-то просто. Здесь есть одна деталь, которая из обычной нержавейки сделана. Остальные из жаропрочки. Случилось даже вот такое несчастье. Правда не заснял я это, ребята. Но вот и такое тоже бывает. Это оборвало резец отрезной. При отрезании вязкой именно нержавейки случилась эта неприятность. Отрезал на малых оборотах. И вот что произошло. Надо было в разбежку все-таки делать. Эх, хороший был резец. Если честно, я как всегда думал, что дело гораздо быстрее пойдет. Но удалось сделать только вот эти заготовки за несколько дней. Ребята, поддержите лайком, а то что-то я обленился. Надо как-то стартовать и активнее делать этот двигатель. Далее нужно думать, как лучше внедрить туда лопатки. Вот эта часть, она технологическая и будет отрезаться. Решил пока оставить. То есть для соблюдения некой только мне известной технологии. Деталь будет устанавливаться перед турбиной и закручивать поток раскаленных газов. Вот так примерно это будет выглядеть. Чтобы лопатки турбины работали наилучшим образом. Я вот тут рассказываю, рассказываю. Но мне интересно, ребята, все ли вообще понимают, о чем идет речь? Очень хочется услышать. Может быть надо как-то поподробнее рассказывать? Хотя вроде бы я и так достаточно подробно стараюсь это делать. Хочется, чтобы все разобрались в принципах работы ТРД. Потому что иногда мне задают простейшие вопросы и получается, что я не все рассказал. Даже самое простейшее. Внедрять лопатки и продолжать собирать реактивный двигатель я уже буду в следующем видеоролике. Ну а пока у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока. Надеюсь, вот эта дерзкая турбина раскрутится все-таки до 200 и более 1000 оборотов в минуту. И мы это увидим, ребята. Если мы это увидим, то мы будем делать еще меньшие двигатели. В общем, бить рекорды. Рекорды миниатюризации.